Эвены Сохраняющим и передающим информацию о материальной и духовной культуре этноса Она не только является материальной и духовной культурой народа Но и тесно связана с его мифологическими и религиозными представлениями Художественно-этническими ценностями, ритуальной системой и окружающей средой Культурное наследие, обряды и верование народа ярко прослеживаются в покроях их одежды, в узорах и украшениях Так и традиционной одеждой эвенов отражается эстетика народа, его духовные идеалы и мировоззрение И это стало причиной выбора темы данной работы Одежда народов севера очень рациональна и приспособлена к местным климатическим условиям Хозяйственной деятельности и образу жизни В основном для ее изготовления использовались местные материалы Шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц, кожа рыб У якутов также шкуры коров и лошадей Широко применялась ровдуга, замши из оленей или лосиных шкур Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов, бобров Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге и тундре Народы, занимавшиеся добычей морского зверя, выменивали у оленоводов продукцию своего промысла на оленей шкуры Шкуры нерп для изготовления одежды применялись в меньших масштабах В условиях кочевья велика и разнообразна роль женщин Все свободное время они заняты шитьем и украшениями одежды, обуви, головных уборов и вещей повседневного пользования Женщины не только хозяйки очага, но выполняют и другую домашнюю работу В их обязанности входит и разделка туши убитого зверя У них веками отработана методика передачи художественных знаний и практических навыков детям и внукам Матери, бабушки, старшие сестры терпеливо привывали своим дочерям, внучкам, сестрам чувство ритма и гармонии Умение видеть и ощущать в изделиях декоративного искусства, в национальном орнаменте, в цветовой гамме, красоту и глубокое художественно-образное содержание Все узоры, украшения, бисерные орнаменты имеют свое содержание, берущее начало от традиций, обычаев, верований и мифологии О каждом орнаменте украшений имеется сказка и легенда Основной функцией эвенской одежды была естественная практическая направленность, защита от холода, снега и дождя В этом плане она соответствовала природно-климатическим условиям региона Однако одежда защищает человека от нежелательных воздействий не только от природной среды, но, по поверью эвенов, и от злых глаз Вместе с жилищем, орудиями труда и производственными навыками людей, пищей и утварью Она образует широкий пласт материальной культуры народа Кроме того, одежда выполняет еще одну тесно связанную с ней функцию Выражает знакомую систему, позволяющую различать людей по полу, возрасту, а также по территориальной, родовой, этнической, религиозной, социальной принадлежности Во время праздников, когда все одеты в национальные костюмы Можно четко отличить овенов оленеводческого стада Чубукулах от овенов оленеводческого стада Нитчан, Сивер и т.д Для мужчин, женщин, детей, а также девушек на выдание, молодых женщин, старух, стариков Одежда шьется и украшается с учетом их пола, статуса и возраста Кроме того, одежда различается и по назначению Ритуальная, праздничная и будничная Также у овенов бытовала погребальная одежда Она готовилась, шилась в течение долгого времени очень старательно Обдумывая и взвешивая ими каждую деталь В настоящее время специальную погребальную одежду имеют немногие старики Чаще всего в качестве погребальной одежды используют обычный национальный костюм, который имеют многие эвены Одежда не только защищает человека от холода, но и раскрывает его душу Поэтому женщины, когда сидят за изготовлением и украшением костюма, все время поют Песни бывают разные В зависимости от того, какой костюм шьют и какое у него предназначение Они могут быть веселые, праздничные или песни воспоминаний о ком-то А также песни плач, когда вспоминают за шитьем своих умерших сородичей Прежде все меховые и ровдужные изделия шились сухожильными нитками По сей день верхнюю меховую одежду и обувь, а также ровдужные изделия Предпочитают шить веками испытанные прочной сухожильной нитью Поэтому мужчинам, идущим на охоту или на забой домашних оленей Женщины заказывают сухожилия домашних и диких оленей и лосей Изготовление шкуры прежде всего очищается от меха А очищенную от шерсти кожу потом выносят на улицу И растягивают с помощью гвоздей или деревянных колышков На специальную рамку или то на стене дома, то на просто земле Там в зимних условиях кожа замерзает, а летом высыхает Высохшую кожу затем замачивают вареными оленями мозгами или выворкой чая с солью Замачивающий состав иногда заменяли водой с солью или детской мочой С приобретением гибкости кожи свертывают конвертом и оставляют на пару суток Если кожа обрабатывается в зимнее время, то необходимость в замачивании отпадает Для продолжения процесса обработки ее просто оттаивают Общеизвестный тунгусский кафтан у эвенов данной группы был представлен под тремя местными вариантами Найми — летний ровдужный кафтан Дудика — нижний зимний кафтан, сшитый мехом вовнутрь И мука — зимний меховой, сшитый мехом наружу Иркумми — кафтан тети без украшений Мука — зимний кафтан без украшений Альми — мужское праздничное расшитое пальто из летней шкуры оленя шерстью наружу Халра — фартук мужской праздничный, с украшениями Хекимчан — мужское праздничное пальто из ровдуги Надевают сверхрошитого фартука Головной убор инреми Шапка зимняя мужская, из шкуры мехом внутрь Ее надевают сверхшапки декапан — большие морозы Обувь амген — оторочка женских унтов Арамры — женская обувь из ровдуги Высокая добедер, повседневная, без узоров Мурун — высокие унты из комуса с широкой оторочкой Украшенные меховым мозаичным орнаментом из ромбиков Женская одежда Кукузи — весенне-осенний нарядный кафтан Мактан — воротник женский, украшенный бисером Дэннепен — женский праздничный головной убор Ниса — бисер Нугдунисами — унты короткие из камуса Нубди — расшитые бисером зимние женские унты из зимнего камуса Детская одежда Комбинезон чами Мукрика — комбинезон детский, без рукавов Из шкуры зимнего олененка мехом внутрь Зимняя одежда сохраняет традиционные черты в гораздо большей степени, чем летняя Поскольку лучше приспособлена к местным условиям Таким образом, их зимняя одежда особо не отличалась от летней Но летняя одежда изготовлялась только из ровдуки А зимняя — из ровдуки и меха Жители таежного эвенов использовали шкуры оленя, горного барана, пушных зверей А эвены морского побережья изготовляли из шкур тюленя и моржа Эвены имеют богатое культурное наследие Их традиции, верования, обряды, песен и танцевальный фольклор — огромное достояние мирового значения При исследовании традиционной культуры эвенов мы сталкиваемся с трудностями, связанными с их недостаточной изученностью Особенно область материальной культуры эвенского этноса А ведь она является неотъемлемой частью этнической истории народа Отражает уровень и характер развития общества Его духовную жизнь Традиционная одежда эвенов является частью вещественной стороны культуры Одним из артефактов, сохраняющим и передающим информацию о материальной и духовной культуре этноса Она не только является материальной и духовной культурой народа Но и тесно связана с его мифологическими и религиозными представлениями Художественно-этническими ценностями, ритуальной системой и окружающей средой Каждый орнамент одежды эвенов несет свое значение и функцию Отображает мировоззрение народа Например, самый простой пример – эвенский фартук Нел Где через орнамент описывается каждый мир Самый простой символ – это круг на верхней части фартука Которая символизирует солнце и верхний мир А функцию этого орнамента – защита от злых и нечистых сил Эвенская зимняя одежда сохраняет традиционные черты в гораздо большей степени, чем летняя Поскольку лучше приспособлена к местным условиям Сохранение традиционной культуры – первостепенная задача малочисленных народов Севера в настоящее время Каждый народ должен знать свою историю, традиции своих предков И передавать эти знания из поколения в поколение А теперь давайте послушаем нашего информанта, эвенку, мастерицу Акулину Петровну Трайзе Акулина Петровна Трайзе Раньше фамилия моя Лебедева была Я из Аллаховского улуса, поселок Айотун, мое рождение По национальности эвенка К чему научилась, чему научили Что узнала от своих предков От дедушек, от мамы, от бабушки Вот это скоблежка называется Эту скоблежку – это самый нужный рабочий инструмент Когда мама моя выходила замуж Когда ей было 17 лет тогда Подарил цвекор Она была большая, вот такая специальная для шкуры И вот видите, столько лет служит От мамы мне передалась И до сих пор я работаю Железка была тоже большая Она маленькая стала Вообще здесь не эта Поэтому я ее сменила Но эта железка была такой же Которой как подарил цвекор Так и она стояла до моей Пока мама моя не ушла И потом я вон сменила Неудобно было Этим я делаю и шкуру скребу Выделываю камусы, замши И мы используем для этих ровдуги Сами делаем Я делаю замшу Сначала ее выделываю После этого стригу На нет, совсем на нет И потом этой скоблежкой скребу Пока она чистой не станет Без механистов Хотя одна волосинка, чтоб не осталась Ни одна И вот Я, если сказать Где и как научилась шить У меня мама очень хорошо шила И все время она Когда начинала шить Смотрела И изучала характер Женщины или мужчины И она старалась Передать этот характер Рисункам И поэтому она придумывала Рисунки Раньше бисера вообще мало было Бисера раньше вообще не виделось И поэтому она Августовским мехом Или вот маленьким Олененком Она украшала Она пестрый элемент Или ровдугой Вот ровдуга Она крашеная Крашеная она Делается Эта краска тоже Специально С этого С карликовой березки Да Там скуру снимают Потом кипятят И вот видишь Какая она получается Если надо Побольше делать Она еще Потемнее может Сделаться А эта не потемнее И она вот так Ложила Вот видите Вот это И еще Вот этот рисунок Вот так Ложила И он Видит все равно Она как-то Отличается Отличается И она рисовала Так Или Вот это Конечно Это у меня Фабричная И зеленый свет У нее получался Когда она Вот траву Зеленую Она рвет И потом Опять Кипятит И это Зеленой травой Она мазала Шкуру Пока она Не пропитается Но она Несколько раз Мазала Потому что Она Нехорошо Сажалась Садилась Или же Ее прямо Замачивала Положит Лоскоточек Какой нужный И она Стояла Пока Свет Другой Не получит И вот Сначала Я Когда выросла Все время Смотрела И мне так Хотелось Тоже Шить И вот Когда Стала Уже Повзрослее Вижу Что Все Унты Шьют Шапки Меховую Одежду Я У мамы Спрашиваю Мама Говорит Покажи Как надо Шить И она Готовую Весь Брала Наизнанку Выворачивала И говорит Смотри на это И шей И вот Видите Благодаря Ей Я вот Научилась Шить Потому что Сама Выкройки Делала Сама Измеряла Конечно Пока Она Была Жива Так Она И камусы Сама Выделывала И замши Делала Но смотря Я Тоже Научилась Как она Делает И вот Детскую Одежду Обычно Шьют С пыжика Пыжик Мягче И Теплая Она Бывает Хоть Когда Хоть Зимой Хоть Летом Она Комбинзон Можно Шить Из них Маленькому Ребенку Сразу Комбинзон Делает Как Ребенок Только Родится Шкуры Абгустовского Олень С оленем Обычно Делаем Абгустовский Мех Покороче С них Можно Меховые Штаны Шить Оленеводам Мужчинам Духу Красивую Можно Шить От Арбаза Желательно Шьются Они Мехом И тормоза Одевали На улице Сразу И эту Ровну Одежду Свою Тудука Одевали Потому Что Если Домой Занесешь Они Говорили Оно Уже Тепло Не будет Держать И Поэтому Строго Настрого Так Держав psycho Не Зак ушла. И вот поэтому я сейчас всем, кому я шью унты, торпоза, всем я так говорю. А унты, говорю, на батарейку не сушите, чтоб тепло сохранилось. Надо ее боком положить и издалека ее сушить. И тогда не холодно. Но от мужского отличается тем, что у женщин чем больше бисер, тем она сенится. Когда раньше, когда невесты весной не встречаются, вот на сведении тундры, во время отел, во время карализации, во время карализации и отела, да, и все время раньше парни выбирали себе невест. Ну они смотрели, вот надежду смотрели, когда гэди танцевали, и потом у них начиналось соревнование такое, кто быстрее. И они, которые полюбили девушку, да, они берут, на плечи ложат и бегут. Если этот бисер сильно-сильно тяжелый, этот бегунь не добежал, это значит стоящая невеста. Самая работящая, самая аккуратная, и они ее и выбирали. Если жених добежал, да, сели, а то он уже на другую смотрит. Абгусловский мех, оленей мех, который борста мало, да. А вот на кянте тоже так же идет. Если вот внутрь мехом одеваешь, если она стриженная, уже тепло не держит. Поэтому они старались себе выбирать, для одежды с мехом меньше, который мало меха. Так, это значит раньше, да, было так. Если женщина, женщины никогда оленя не рисовали, не делали, ни бисером, ничем не делали, да. Вообще они старались оленей не показывать сильно, так, как будто с глаз какой-то, да. Это может быть редко-редко у мужчин, только на праздничный, нарядный, можно оленя нарисовать. Бисер, например, вот у меня, видите, все бисер зимний свет, да, все зимний. Обязательно голубой, белый, черный, синий обязательно должно быть. И к этому все идет к значению, да. А вот это, например, у меня рисунок этот, горы. Горы, и это когда вот солнце, это я вместо красного бисера использую как обрик и в то же время как солнце, да. И вот когда солнце светит, да, и вот это, вот тундры, кто бывал, тот никогда не забудет. Вот это, то, что снегом она покрыта, она вся переливается, отдает другие света. Например, вон, видите, то белый, то синий, то такой, да. А это означает, вот ночь. Это луна идет, потом, вот видите, маленькое светание светает, вон белое. И вот это облако. И опять начинается ночь, день кончается. Так, еще. А вот мое пальто нарисовано, это, вот, например. Это означает, что, вот видите, сколько у меня вот это, старейщины, дом, да. А по бокам это близкие родственники, дети идут. Но у меня, конечно, труд не это, так сделала. Этот рисунок так называется. А этот рисунок, паук, атаки. Это нам предсказывало, да, каждый раз, как приедешь. И вот, я ранку поставила, и смотришь, вот через, если через, вот, вот, скоро-скоро, вот, только дымок пошел, и это пошел. И вот наверх посмотришь, если эти пауки, то там висят, то здесь висят. Это значит, блестящая охота, добыча. И это значит, будет все хорошо. Или дома вот бегает, и это тоже хорошо, хорошее принесло. И нам все время в детстве запрещали пауков убивать. Мы-то, нам еще не рассказывали, мы все время, где увидим паука, старались убить. И потом однажды мне бабушка сказала, это нельзя делать. И еще летнее, тоже по-другому. Свет летний бывает, желтый, оранжевый, синий, зеленый. Это все тоже рисую и делаю. Это когда летний костюм шьешь, а когда зимний шью, и все время нет. Отличаются у эвенков другие, у эвенов тоже. И они еще, эти орнаменты, отличаются по улусам. У нас, между прочим, цвета, все такие цвета делают. Кто-то все равно, но кто любит, красный летний свет делает. Это, между прочим, зависит от того, что рост человека. Мне, например, одной шкуры большой хватает. Можно полтора сделать, если пар, то кторвоза. Но чтобы, когда хорошо сделать, ну, две шкуры хватает. Две шкуры. Смотря еще, какие шкуры. Ну, тоже так же делаешь, всяко разные тут швы-то бывают, швы разные бывают. Хинча, это значит хинча, да. Вот это называется... Тивунка, тивунка, вот так шьешь, да, вот тут. Когда раньше тордох шили, зимний тордох шили, вот, например, две замши взяли, вот взяли. И между ними обязательно использовали мех. Мех, ну, в общем, шерсть. Не это, как сказать. Тю. И вот тут сюда ложили и шили. Сейчас, подождите, пусть будет это у меня. Волосеньки. Волосики. Вот, например, я тордох шью. Я тордох шью. Зимний тордох, не летний, а зимний. Видишь, вот так ложишь. Это стоит прямо вот тут сверху. Вот это шерсть, мех, пушинка. Волосики. И они же несколько штук же. Вот так шьются, вот. Она держится вот сверху. И она, это называется, что она не продувает. Вот. Вот тут, значит, вон, видишь, тут нету зазора. И вот тогда она не продувает. А она хоть как натягивает, да? Она не продует никогда. Так, это все. Шили жилкой оленей, спиной жилы. Ее... Так, жилки нет, конечно. Вот так она шьется. Вот тут нету. Вообще зазора нету. Если она зайдет, вот, то это мешает. И она, шили нету. Так, еще. Это называется теперь тибунка. Это украшение называется, да? Вот тут между ними ложишь. Ложишь. И теперь не сверху, а она между этими, наверное, находится. Вот она, и рисунок выходит. Вот украшение. Если хочешь, чтобы она чуть-чуть была видна. Так, вот, шьется. Вот рисунок. Да, раньше же не было ни бисера, ничего. Поэтому они только так шили. Всяко разными цветами шили. И еще. Сейчас, подождите. Я еще вам покажу. Еще ниткой они рисовали. Это тоже шерсть между этими держали. Ну, пусть это будет. Пусть это тью будет. Это называется хинчача. Это означает шитое внутри. Ну, шо такой. Я и сама сейчас пою песню. Когда шью, когда одна, пою, пою. Тим Edenк format. Ээ, вонхуттонна Би. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот так убираешь Вот так убираешься Вот такой она должна быть После этого натягиваешь ее И начинаешь кроить Раньше эту выкройку делали так Например, вот у меня замша вот стоит Вот шкура И тут ножиком или чем-нибудь вот так делали Например, вот идет шея Вот так рисунок, она вот туда показывается И вот рукава Проем руки И вот так делаешь дальше Пошло Опять так и ножиком, 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 ножиком И вот досюда дошли, вот досюда дошли И потом зад делаешь Это так, это берешь так, это отрезается Вот И потом это так Отрезается Где я отметила И Вот рукава пошла Можно Раньше-то мы вот так делали Вот Видите Никак Это Без выреза Там как рисунки Вот Это шкура Пыжика Ее берем серединку И сворачиваем Мехом Сверху А тут Мездра И начинаем Делаем Пусть это будет ножик Нож или шило должно быть Так Оно идет Так Это Например Вот тут Свернули Вот она Видно Мех остается здесь А это мездра Например Икры И Ножиком кроется Ножницами Ни в коем случае Раньше же Карандаш Карандаш Ничего же Не использовали Все Таким Макаром Не кроили Вот Здесь же она прямая Да? А тут Обязательно Ставка Вставлялась Такая Ставочка И в кофтане Тоже такая же ставка Вставляется Когда Сильный крой Не делаешь Так бывает И тут Соединяешь Еще Например Сколько нужно Столько и соединяешь И тут можно Какой-нибудь Рисунок Мех Какой-нибудь Еще Положить Рисованные В шахматном порядке Или вот Как это Вот сюда Например Коричневый Черный Коричневый Черный Такой Вот такой Орнамент Может быть Вот Вставляется Сюда Вот это Вот Ставка Вставляется Потом Если рукава Добавляешь Когда Добавляешь Так Каждый По своему усмотрению Мастерица Можно Такой Квадратики Шить И сюда Ставку Сделать И вот Чтоб И еще На рукава Где-нибудь Обязательно У ребенка Должно быть Колокольчик Колокольчик Подвязывали Чтоб С глаза Они так делали Чтоб Ребенку Никто Ничто Плохое Не прикасало На шапке Пришиваются Тут Колокольчики Она Шита С лобошей Маленького Олененка Стугутенка Он был Сам по себе Звездочкой У него На лбу Вон глаза Он Видите Как Олененок Маленький И тут Присобачилось И вот тоже Можно бисером сделать Можно так же сделать Если Мальчик То можно Не бисер А вот такой Опять Шахматном Порядке Сделать Тут Тоже Колокольчики Подвязывались Это Вот эти Лапки Идут Вон лапки Пыжика Только Лабаши Вон видите Как оно идёт Вот Ставка идёт Вставляется тоже Жёлтый Или какой Любой Ну мех Обязательно должен быть Они же когда ехали По морозу Одевались С пыжика Тоже С лапок Шили Чтоб Она Не сильно Толстая Мех был толстый Торбаза Тоже Шились Если Девочка Обязательно Бисер должен быть Или же Ну а раньше Бисером Они делали Обязательно Бисер Должен быть Бисер С таким трудом Они доставали Говорят Торбаза Минали Бисер Бисер Минали Бисер Молодым я пожелала бы, чтобы они то, что увидели, узнали, чтобы не забыли, хотя бы изредка вспоминали. И как бы начинали помаленьку шить, хотя бы две бисеринки шило, это большое достижение.